У меня снова идет черенкование. В этом методе, кажется, уколеняется на дне торф. Сверху слой торф с перлитом, обычно нейтрализованный, сверху слой вермикулита. Увлажнила, делаю дырочки и вот такие уже росточки отрываю. Смотрите, какие большие, сформированные. Первый у меня опыт был неудачный, теперь боюсь. Это ванила фрайс, есть даже такие большие, видите, отламываю. И обязательно нужно, ну вот эту палочку можно будет потом, а нет, не можно выбрасывать, вот еще почка проснется, возможно. Так, отламываю росточек, это уже почкой назвать сложно, это уже черенок. Нужно, чтобы у нас чистенький был он, без остатков коры, потому что я так понимаю, что она тоже дает загнивание. Туда я вставляю в дырочку черенок, а чуть-чуть прижимаю. Так, ну вот этим занимаюсь. Я уж на них просто боюсь дышать. Вот открыла только сейчас крышку, неделю, а не неделю, а где-то с воскресенья. Сегодня пятница, пять дней отстояли. Крышку не открывала. На дне просто торф воздушный, нейтральный. Сверху слой вермикулита. Торф я немножко пролила, вермикулит просто насыпала, обшикала водичкой и поместила сюда черенки. Не открывала крышку вообще. Давайте посмотрим, что получилось за пять дней. Ну, вроде бы. Вроде бы не загнивает, потому что прошлая партия вся загнила. Так, а здесь кажется нормально. Просто боюсь даже дышать на них. Вот это тут раскрылся. Как-то он странно. Или он сгнил, или он просто растет. Он просто, значит, растет. Смотрите. Листочки большие. Боюсь тревожить. Там на дне влажный торф. Вермикулит более сухой. И он не дает им загнить. Какая-то влага спускается. Может, капельки капают с крышки. По стеночкам. Прямо трясутся руки. Вот. Ну, вроде все хорошо. Потому что прошлый опыт был неудачный. Здесь вот стоят они все. Не загнил ни один. Пока. За пять дней. Сейчас опять так же закрою. Этот тоже раскрылся. Вот он большой. Попробую сюда еще партюр засажать. Вот видите, что у меня. Прямо уж такой большой. Вот такие ростки большие. Сейчас помещу тоже сюда. Опрыжку уже закрою. Ну, пока пятый день эксперимента. Полет нормальный. Такие новости с болей. Так, а это Ванила Фрайс. 17-го числа также посажена. Тоже давайте посмотрим. Здесь совсем малючки. Лосточки. Как-то они некоторые как упали. Давайте тоже посмотрим. Боюсь. Нормально. Тоже так же верны куличи. Они сидят даже вот начали расти. То есть вермикулит, слой вермикулита дает нам как бы сухость. Не загнивают. Ой, я так переживала. Просто боялась даже вообще трогать их. Стоят они на окне у меня. На тёплом подоконнике. Именно на краю подоконника. Тут даже раскрылся такой. Хорошенький стал. То есть, если все проверить. Пяточки нормальные у всех. Сейчас опрызкаю и закрою. Пять дней не открывала. Очень рада, что ж у него они нет. Друзья, всем добрый день. Сегодня 7 апреля. С момента посадки черенков прошло уже ровно 3 недели. Сажала я вот эти почечки 17 марта. Сегодня 7 апреля. Кстати, сегодня праздник. Поздравляю вас всех, мои дорогие. С благовещением. Желаю, чтобы в ваш дом приходили только благие вести. Хочу посмотреть вместе с вами, как же идёт укоренение. Ну, я уже одним глазком туда посмотрела. Во-первых, смотрим, да. Череночки такие все упругие, хорошенькие. Давайте теперь поближе посмотрим, есть ли корешки за 3 недели. Вот, смотрите. Корешочек. Сейчас я вот эти вот все, это фантом. Какой мы ещё возьмём? О, колюс хороший и корешочек хороший. За 3 недели, друзья, вот таким способом укоренения образуются корни. Здесь ещё зачатки только длинненьких корешков нет. Мне кажется, это я досаживала там периодически. Вот этот, посмотри, тоже нет ещё колюс. Потому что в общую воду сажала в несколько дней тарочку. Сейчас вот пересмотрю все, которые с корнями. Вот они все с колюсом. Ну, сам факт того, что идёт укоренение, слава Богу. О, корешок пустил. Всё в перлите у меня погнило. А здесь вот, вот маленький там тоже. Здесь, слава Богу, есть. Это фантом, тут совсем маленький пускай сидит. Но почки такие были большие, поэтому... Так, пока я их положу сюда. Так. Почки большие, трудно им укореняться. А этого они лафрайс. Давайте тоже посмотрим вместе. О! Ушистики тут такие. Это даже... Ох, выстрелила! Хотя вот, ну, неделю назад я проверяла, не было ещё корней. И тут, смотрите, ура! В прошлом году у меня легко, без заморочек, укоренялось в перлите. В этом году почему-то не получилось. Спасибо добрым людям, которые подсказали, что нужно торф на дно. Сверху слой вермикулита. И вот так они у меня укореняются. Стоят на подоконнике, на краешке, на тёплом. Там градусов 20 есть. Сейчас я этих малышей определю по стаканчикам. И в парничке они также будут в ящике доращиваться ещё потом. Ну вот, смотрите, чем занимаюсь. Сколько уже посадила. Тут в основном ванила. И вот фантомчики. Фантомчики решила брать не только с корнями, но и с хорошим таким колюсом. Я думаю, в новом домике они начнут лучше расти. Значит, немножко заглубляю. Очень сильно не нажимаю по краям. Но это вот с колюсом-то можно. Где были корешки, я старалась вообще аккуратненько, чтобы их не поломать. Чуть-чуть поливаю. Конечно же, подписываю. Так поправляем. Он потом корешки сейчас быстренько пустит и зацепится корешками. Подписываю, что это у меня фантом. Так, где подписан и ванилу, чтобы не закрутиться. Вот ещё два сейчас досажу. По стаканчикам. И потом накрою стеклом и поставлю под подсветку. Будет также парничок. Перед посадкой я взяла стаканчики, сделала у них отверстия дренажные, чтобы обязательно влага проходила. Всё, теперь я по домикам поставлю. И теперь у них большой дом. И накрою стеклом. А, сейчас сначала опрызкаю. Немножко уважаем по листочку. Потому что я их пролила. В приближайшую пару-тройку дней они должны приживаться. Грунт я брала, смешала обычный цветочный грунт с кислым торфом и вермакулита. Добавила ещё немножко биогумуса. Совсем немножечко, так, чтобы он был рост. Так, и накрою стеклом. И пойдут они у меня под цвет на полочку. Вот, друзья. Очень рада, что у меня всё получилось. И получается, конечно, не без выпадов. Но, однако, всё заканчивается хорошо. Я вам тоже советую пробовать укоренять вот так. Скоро уже совсем потеплее. Да мы будем и зелёным черенкованием. Гортензии наши тронуться в рост. Я с вами прощаюсь. Кому моё видео было полезным, ставьте класс и подписывайтесь на мой канал. С вами Наталья. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok